В Доме культуры Ругадив прошел семинар в защиту традиционных семейных ценностей. В обсуждении приняли участие представители городских властей, общественных организаций, православной церкви, депутат Регикогу Эльдар Эфендиев, мэр города Нарвы Тарму Тамисте, который заметил, что для него неприемлемо такое общество, где людей заставляет думать так, как желает меньшинство. Целевое учреждение в защиту традиций семьи приехало в Нарву по приглашению руководителя Нарвского отделения Центрильской партии Андруса Тама. В основном общество все-таки противостоит этому явлениям, однополовые браки, комсексуализм. И люди, которые поддерживают традиционную семью, все-таки не хотят видеть такое явление. Как бороться даже тяжело сказать, потому что бы это не перевернули против нас. Но если мы говорим здесь, например, про Нарвию, где очень многие люди все-таки православные, которые мы против, мы сейчас, может быть, противостоимы к тому, чтобы у нас не было гей-парадов в Нарве, чтобы эта пропаганда не дошла до детей. И каждый родитель, который ценит все-таки определенные моральные ценности, не должны закрывать глаза, если такая пропаганда где-то появится. От Нарвской епархии в дискуссии принял участие старший диакон Нарвского воскресенского кафедрального собора Алексей Смирнов. Как отметил диакон Алексей, различия между полами рассматриваются как особый дар творца. Традиционно-христианский взгляд на брак и семью основан на понимании человека, как созданного Богом существа, принадлежащего одному из двух полов, мужчина или женщина, которые в браке дополняют друг друга. Различия между полами рассматриваются как особый дар творца. По традиции, основными целями брака считаются рождение и воспитание детей, взаимная помощь и средство к укорочению плотского вожделения. Рождение и воспитание детей занимают особо важное место в понимании традиционного христианского брака. Священное Писание и учение Церкви, а я буду говорить мнение правосанной Церкви, непосмысленно осуждает гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение Бога сданной природы человека. Вообще, тема столь трогательного внимания к главы извращениям на Западе труднопонимаемо. Было время, когда лиц нетрадиционной ориентации преследовали и в западных странах, и в странах Советского Союза. Сейчас никто их не преследует и не наказывает. Казалось, здесь бы обществу и остановиться, но мы видим, что эти люди начали навязывать всему обществу свои предпочтения в интимной сфере. Однако, исходя из элементарных соображений общественной нравственности, тема половых отношений между какими-то отдельными взятыми людьми вообще должна быть закрыта от глаз и ушей посторонних, потому что выставлять на всеобщее обозрение свою сексуальность может быть травмирующим для детей и подростков, а также оскорбительно для религиозных людей, права которых тоже нуждаются в защите. Вообще, с точки зрения обычного житейского здравого смысла, само понятие «однополый брак» абсурдно. Чем брак отличается от любого другого вида сожительства? Так это тем, что в браке у мужчины и женщины появляется третья жизнь. И это уникально, о каком бы усыновлении детей однополыми барами и сторонниками сколько угодно ни говорили. Все остальные отношения, сколько бы люди ни договаривались, называть их браком, и сколько бы законов на бумаге ни принимали браком, назвать не могут. Свой доклад я хотел бы закончить словами святейшего патриарха Кирилла, которые он высказал на встрече с генсеком Совета Европы. Русская православная церковь уважает свободный выбор человека, даже греховный. Например, с христианской точки зрения развод – это грех. Параллельная жизнь супруга с другими партнерами тоже грех. Но церковь признает такие выборы, как факт, признает свободу человека жить так или иначе. Нельзя человека насильственно загнать в рай. Это его личное дело. Если человек хочет совершать грех, он его совершает. Точно такое же отношение к однополым союзам. Если люди выбирают такой стиль жизни, это их право. Но за этот грех они несут ответственность. Поэтому нас беспокоит не сам факт существования однополых союзов. Нас глубоко волнует то, что впервые за всю историю человеческого рода грех оправдывается посредством закона. И это открывает перспективу дальнейших опасностей, которые будут содействовать на нравственной деградации общества. Продолжение следует... Продолжение следует...